Как не допустить появление отравы на новогодних столах кубанцев, говорили в краевой администрации. Глава региона Вениамин Кадратьев потребовал проверить все торговые точки в крае и не просто убрать из продажи смертельно опасные напитки, но и найти производителей. Подробности прямо сейчас. В подпольную цеху производства алкогольных напитков два брата из Абинского района открыли прямо у себя в гараже. Всюду ароматизаторы, красители и другие химические добавки. Под видом яблочного сидра по бутылкам мужчины разливали ядовитую жидкость. Некоторые ингредиенты такого напитка могли убить человека. В гараже у злоумышленников правоохранители обнаружили три бочки с суррогатом. В каждой почти 3000 литров. И это лишь один из примеров. Всего же только с начала года в Краснодарском крае из-за борота было изъято около полутора миллионов литров нелегального алкоголя. Проблема, как никогда, актуальна перед Новым годом. Вениамин Кондратьев собирает отдельное совещание, чтобы найти решение, как пресечь сбыт фальсификата. Проводить рейты глава региона требует не только в преддверии праздников. Вот у них система сбыта работает, контрафактно. А у нас система, как противостояние этому, не работает. Потому что они ищут способ, как обойти закон, как подкупить чиновников, как договориться, как сделать так, чтобы их контрафактный алкоголь продавался. А мы ищем причину, как объясниться, почему мы не можем с этим побороться. Есть районы, где за 300 количество рейдов. За 300. Ну, конечно, там, скорее всего, результат будет. А когда 17-е, вяло текущий спящий процесс, он явно ни к чему не приведет. И ни к каким результатам не приведет. Вот давайте так, Василий Александрович, посмотрите практику других районов, количество рейдов, как они организованы и где есть результат. Это должна быть системная, ежедневная работа. Вот только тогда, когда будет системная, ежедневная работа, мы сможем контрафактный алкоголь победить. Земля должна у тех, кто занимается этим, гореть под ногами. По-другому мы это зло не победим. За продажу контрафактного алкоголя грозит штраф для физических лиц 2000 рублей, для юридических – до 3 миллионов. Но почти 80% протоколов составляют на самих продавцов. Этим и пользуются нечистые на руку предприниматели. Таким образом, владельцы магазинов, где продают фальсификат, уходят от ответственности. Еще одна лазейка для злоумышленников – поддельные акцизные марки. На рынке алкоголя появилась продукция с имитацией акцизной марки под названием «Акционная». Нарушители даже указывают на бутылке, что данная марка не является федеральной специальной или акцизной маркой. Таким образом, производитель указанной алкогольной продукции пытается уйти от ответственности за подделку федеральной специальной марки и увезти от нее продавца. Увидев такую наклейку, обыкновенный покупатель, не зная тонкостей законодательства, принимает алкогольную продукцию за легальную, хотя по сути она является контрафактной. Опасным спиртным промышляют как в больших городах, так и в маленьких станицах и хуторах. Главам районов Вениамин Кондратьев поручает усилить меры на местах, реагировать на каждый сигнал жителей, а в управлениях потреб сферы проводить ротации кадров. Давайте сделаем те, кто курирует у вас потребительские сферы во всех муниципальных образованиях. Алкогольный рынок, рынок алкоголя, больше пяти лет, даже если очень уважаемые человеки, хорошо работают, но я считаю, он не должен занимать эту должность, потому что это ее сращивание. Или замыливание глаз, вот одно или другое, но то и другое нам здесь не в помощь. Поэтому договорились в порядке рекомендаций, более пяти лет, еще раз подчеркиваю, даже очень хороших сотрудников, но если они занимаются потребительской сферой, рынком алкоголя, не стоит допускать нахождения в этих должностях. Однако продают фальсификат не всегда из-под полы магазина. Все чаще брендовый алкоголь по привлекательной цене заказывают на интернет-сайтах. В этом году уже прокурорами более чем в 240 интернет-сайтах был закрыт в судебном порядке доступ, но, к сожалению, эта цифра не уменьшается, она постоянно держится, либо даже растет. И у меня просьба к оперативным службам все же посмотреть, кто стоит за теми, кто, так скажем, рассылает, и те, кто доставляет. И вот здесь, наверное, алкоголь как раз не несошнолетним могут привозить и в ночное, и в любое время суток, дня и ночи. Из-за некачественного алкоголя с начала года на больничной койке оказались почти 300 жителей края. Еще более 200 погибли. Но страдают не только те, кто употребляет суррогат. Ущерб от продажи нелегального спиртного оценивают и в масштабах экономики страны и края. Суммы налогов, которые недополучает казна, хватило бы, например, на благоустройство дорог или детских площадок в кубанских городах. Контрафакт на алкоголь, в первую очередь, конечно, это удар не то, что по здоровью, по жизни человека. Коллеги, ну еще и удары по экономике. Вот тут тоже надо понимать, по экономике нашего региона. А здесь мы вот с вами в первую очередь отвечаем за жизнь. Людей как со стороны, с точки зрения здоровья, так и с точки зрения, конечно, комфорта жизни. Поэтому, я еще раз подчеркиваю, это мощный удар по экономике, тем более для нас. Давайте подумаем, как сегодня предупредить эту ситуацию. Не потом пресекать и, понятно, бороться активно с этим злом, иначе не скажешь, а вот как работать на предупреждение. В Краснодаре мониторинг заведений, где продают алкоголь, налажен. Об этом губернатору рассказал глава города Евгений Первышев. Регулярно специалисты мэрии и полицейские обмениваются информацией о подозрительных кафе или магазинах, которые не имеют лицензии на реализацию алкоголя или находятся в многоквартирниках, рядом с детскими площадками или образовательными учреждениями. Проводят совместные рейды. За год организовали более 500 проверок. Выписали 352 административных протокола тем, кто продавал алкоголь без документов, открыл пивную точку в многоквартирном жилом доме или вовсе сбывал алкоголь несовершеннолетним. Работа в части выявления ведется группами в составе муниципальных служащих и управлением внутренних дел сотрудников. За этот промежуток времени, за 11 месяцев, изъято порядка 10 тысяч литров спиртосодержащейся продукции, которая незаконно продавалась на территории муниципалитета. Поэтому, конечно же, будем работу усиливать, проводить дополнительные рейдовые мероприятия в преддверии Нового года. В ближайшее время региональные власти намерены выйти с инициативой в правительство страны. Помимо штрафов, край предлагает ужесточить требования к деятельности магазинов и кафе. Если там будет выявлен факт продажи контрафактного спиртного, его владельца навсегда лишат лицензии на торговлю.